Всем добрый день! Сегодняшнее видео посвящено лайфхакам, полезным советам по пошиву сумочек. Вы видите, много сумочек, все это моя работа. Сумочки и тканевые, из трикотажа, бархата, павлопосадских платков, меховая сумочка, разные очень. И пару сумочек у меня просто начатые. Дорожная сумочка, сумочка из джинсы, поэтому некоторые операции, как вшить, например, подкладку в сумочку, как пришить молнию, все это будем делать, как говорится, в прямом эфире. Оставайтесь, видео обещает быть интересным. Итак, первый полезный совет, с какой ткани можно пошить сумку. Сумки бывают разные, и поэтому ткань на эти сумки идет, конечно, разная. Вот передо мной ткань палаточная Оксфорд. Она идет на сумки дорожные и рюкзачки. Если у вас специальной ткани нет, также дорожную сумку, и не только дорожную, а даже дамскую сумочку, можно пошить со старой джинсы, будь то куртки, джинсы, юбки, все, что вам уже не нужно. Вот эту сумочку сегодня я буду шить, и кое-что вам покажу. Например, как пришить подкладочку. Интересные сумочки получаются с павлопосадских платков. Они, конечно, тонкие, их надо посадить на флезелин или дублерин. Использовать разные уплотнители, чтобы сумочки держали форму. Но об этом еще поговорим. Также интересные сумочки получаются с кожи, с замши. Ссылочки под этим видео будет на несколько сумочек, в том числе и на кожаную сумочку. Вот это вот старое платье. Оно тоже превратится в красивую сумочку. И даже интересные сумочки получаются с мешковины. Сумочка эта, правда, еще не дошита у меня, но тем не менее. Второй полезный совет. Какую использовать подкладку? Бывает подкладка на синдепоне. Бывает отстроченная. Бывает вот такой рисуночек, при помощи температуры создается. Бывает черная, белая, ну и других цветов. Если такую подкладку на синдепоне использовать несколько слоев, то уже сумочка будет держать форму. Здесь обычная подкладочка без синдепона. Донышко можно сделать, которое вытаскивается. Здесь подкладочка яркая, в горошек, с разными кармашками. Тоже в горошек, другого цвета. Ну вот так мне захотелось. Сумочка в горошек и подкладка в горошек. Если подкладка тонкая, вот здесь я посадила на дублерин, чтобы подкладочка держала форму и как бы не вытаскивалась. Третий полезный совет. Что использовать для основы, чтобы сумочка держала форму? Ну, как я уже сказала, хорошо подойдет несколько слоев подкладка на синдепоне. Если такой нет, можно взять просто синдепон, ткань с обеих сторон и отстрочить. Хорошо подходит поролон толщиной 0,5. Ну вот у меня сантиметр. Такая толщина тоже подходит. Хорошо подходит подложка под ламинат. Уплотнитель вот такой. А вот такая подложка с фольгой не подходит. Слышите, вот этот хруст, он будет как бы неуместен в сумочке. Такое вот с фольгой не покупайте. Вот у меня бачок от какой-то сумочки. Получается поролон, фрагмент от Павлопосадского платка. И вот все сшивается в единое целое, как одна деталька. Вот эта сумочка на вот таком поролоне. Видите, прямо она толстенькая, хорошо держит форму. И подкладочка на синдепоне. Здесь тонкая подкладка и два слоя подкладки на синдепоне. Он благодаря фермуару и твердому донышку тоже прилично держит форму. Четвертый полезный совет. Фурнитура для сумочек. Ну это, конечно, в первую очередь молнии. Разной длины, разного цвета. Канты украшают. Это магазинный кант. Вот эти канты я делала сама. Сегодня покажу, как сделать, как пришить. Так, наклейки всевозможные. Это именно можно купить. Также можно купить или найти дома, ну вот от какой-то ненужной вещи. Всякие красивые штучки также можно использовать для сумочек. Карабинчики. К этим карабинчикам полукольца. Бывают и кольца. Цепочки всевозможные также украшают сумочку. Так. Вот такие вот кнопки металлические. Канты служат застежкой. Ну и вот же ж опять ленточки, да? Всевозможные ленточки. Узкие, широкие для цветов. Так же кнопки магнитные. Надо быть внимательными, когда будете покупать. Вот получается две части. И к каждой части идет вот такой фиксатор. Обязательно. Между ними ткань. И вот эти вот усики раздвигаются. И оно держится. Так что обязательно проверяйте. Потому что у меня такое было. Купила эти кнопки металлические. А фиксаторы мне не дали. Бывает. Вот, допустим, рюкзачок. И вот эта кнопочка. Раз. И застегнули. Так. Что еще используется? Различные ленточки. Вот, допустим, корсажная. Очень крепкая. Для ручек можно использовать. Ну и вот такие липучки. Тоже используют для застежек. Пятый полезный совет. Ручки. Как сделать ручки? Можно ли их купить? Это сегодня я тоже покажу вам поподробнее. Ну а пока просто расскажу. Эта ручка вшивается непосредственно в шов, который соединяет сумочку. И вот эту обтачку. Который пришита подкладка. Ручки можно делать с ткани. Но вовнутрь что-то вставлять для крепости. Можно делать кожаные. Чтобы они были вот такие вот кругленькие. Можно вставлять вот такую. Такая веревочка хозяйственная. В несколько сложений вот здесь внутри. Ну и также продаются ручки всевозможные в магазине. Ручка под бамбук с отверстиями. Вставляется туда какой-то шнурочек крепкий. И будет вот такая ручка. Под дерево. Здесь уже располагается ткань таким образом. Вот так и уже тут начинается сумочка. Да, кстати, из какой ткани можно пошить сумочки. Забыла показать вам, что сумочку можно пошить с вышивки. Вот у меня вышивка ручной работы. Когда-нибудь сумочку сделаю такую. Это тоже прекрасный вариант. Прекрасная альтернатива. Так, ручки металлические вот такие продаются также в магазине. А также продаются уже фермуары. Фермуары с ручками. Вот фермуар. И тут же ручка вверху. Таких сумочек у меня много. Уже я их показывала. Ну, нужно еще разочек показать. Так, вот такие цепочки всевозможные тоже. Служат ручкой. Но справедливости ради надо сказать, что вот эти вот крепления, которым крепится цепочка. Или ручка самопошивочная, как было у меня. Вот здесь вот карабинчик, вот эта ручка крепилась. Вот эти штучки металлические, непрочные. Вот немножко поносила сумочку. И уже эти штучки поломались. Теперь нашу только за эту ручку. Передо мной дорожная сумка. Пошитая с юбки джинсовой. Ну, еще с каких-то фрагментов карманов. Вот ручка широкая. Если вам неудобно широкая ручка, здесь вшиваете на всю ширину, а здесь складываете по ширине и прострачиваете на машинке. Также ручкой могут служить бусы. Здесь вот стерженек вставила, там все закрепила. И вот такая нарядная сумочка. Здесь застежка на кнопку. А здесь на пуговицу. Красивая пуговица типа брошечки. Шестой полезный совет. Украшение сумочек. Ну, это, конечно, во-первых, розочки ручной работы. Ссылочка будет, как сделать розочку. Розочки при помощи атласных ленточек. Ну, эти сумочки вы уже видели, но, тем не менее, не показать их тоже. Просто нельзя в этой теме. А вот обычные, казалось бы, листья. Вот эти верхние листья, вот прожилочки вот эти вот светлые. Это пояс. Получается, он потертый был на джинсах. И вот такие прожилки. А потом уже я на машинке прострочила. И вот так вот несколько листьев. В несколько нахлестов. В несколько этажей. Раз, два, три, четыре. По четыре листика. С этой стороны другие листья. Вот такая аппликация. Тоже украшает сумочку. Так, вот эта собачка на рюкзачке сделала трафарет, наложила и попшикала краска акриловая в баллончике, в распылителе. И вот уже вместо аппликации, кому сделать аппликацию сложно, то это совсем не сложно. Ну и также аппликация может украшать сумочку. Эту сумочку шила несколько лет назад. Мастер-класс такой, по-моему, есть. Ну это, как говорится, очень простая здесь выкройка. Выкройка с одного куска. Ну вот такой размер. И в дорогу можно. И на море можно. Будут еще лайфхаки сегодня именно по выкройкам. Несколько выкройчик вам скажу. Вот это в том числе сумочка будет с аппликацией. Ну тут такой вот, как ночной город. Ну и напоследок декор сумочки. Двойной дизайн. Магнитная кнопочка. Раз с розочкой. Не нужна розочка, можно бантик. Ручка-цепочка. Ну это уже отдельный разговор, но в двух словах скажу. Значит, вырезала вот эти отверстия при помощи дарокола. А это вот вырезала именно вот ручкой. Обчертила и ножницами вот так аккуратненько вырезала. И вот такое вот, можно сказать, кожаное кружево получилось. Тоже декор, тоже украшает сумочку. Седьмой полезный совет. Как сделать простые ручки, накладные вот такие, поверх сумочки. Длина этих ручек 60 сантиметров в крое. Ширина 12 сантиметров. Складываем к центру. Накладываем еще одну полоску поменьше шириной. До края не доходим сантиметра полтора. Отстрачиваем с одной и с другой стороны. Здесь также не доходим сантиметра полтора. Отрезаем лишнюю толщину. Делаем меточки от центра в сторону 9 сантиметров. Вниз 11 и здесь 4 сантиметра. Накладываем вот таким образом. Прострачиваем здесь отгибаем и прострачиваем по периметру. И потом еще крест-накрест. И вот так у вас должно получиться. Восьмой полезный совет. Как вшить кант в сумочку. Кант у нас самодельный. Сначала надо его сделать. Я взяла косую бейку. Ткань выбирайте, чтобы была крепкая. Утюгом разгладила. взяла вот такой вот шнур. Вкладываю в центр и пришиваю вот таким образом специальной лапкой. Ставим специальную лапку. Игла с левой стороны. Кант тоже с левой стороны. шнур посредине и прокладываем строчку. Можно шнур вот так немножко пальчиком фиксировать. Итак, кант наш готов. Поверх сумочки пришит карман. Здесь все с металла. это вот у нас как бы единое целое. Пришиваем кант строчка в строчку располагаем его таким образом срез к срезу. Ну, сантиметра полтора здесь оставим не пришитая. Потом будет ясно почему. На закруглениях сумочки по канту делаем надсечки до строчки. пришиваем по всему периметру сумки. Кант пришили и вот уже мы до строчили до первоначальной точки. так, ну вот сантиметра на три, чтобы разница была. Отрезаем. здесь немножко подпарываем. Вырезаем шнур пару сантиметров. еще побольше. Значит, вот этот шнур, чтобы здесь была стыковка. вот вот косую беечку подворачиваем вовнутрь, чтобы срез был закрытый. Вкладываем кант вовнутрь, огибаем и вот теперь пришиваем. Вот так вот у нас получилось. все аккуратненько. Вот наша стыковочка. Ну и теперь осталось наложить боковую часть сумочки и пришить таким образом, чтобы кантик красиво смотрелся между двух деталек. Накладываем основную детальку на вот этот бочок. Деталька она же вверх, бочок она же низ донышка. накладываем лицевая к лицевой, срез к срезу и прострачиваем строчка в строчку или за строчку. Это у нас строчка пришив канта. Вот здесь на бочке на этой детальке на закруглениях делаем надсечки, чтобы не было заломов. вот такой получился у нас кантик. Можно конечно его делать потоньше, это зависит от того, какой толщины вовнутрь вы будете вставлять шнурок. Потом, когда сумочку дошью, в конце видео покажу эту сумочку в полный рост наполню ее, чтобы она держала форму. Ну и дам выкроечку. Вот тканик поменьше. А это как говорится еще один лайфхак. Тогда забыла сказать вот на тему из какой ткани можно пошить сумочку. Ну практически с любой. Вот шила я себе платье, да, это трикотаж. Остался кусок. И вот уже с остаточком можно пошить сумочку. И как хорошо будет. Будет у вас ансамбль. Девятый полезный совет. Как обработать швы в сумочке. Обычно конечно швы прячутся под подкладкой. Но есть такие сумочки как допустим вот эта дорожная что швы вот таким образом смотрятся. Их можно обработать косой бейкой. Вот у нас косая бейка. Желательно взять чтобы косая бейка была пошире. Но ничего страшного если вот такая стандартная бейка с подокнутыми краями. Вот так она примерно полтора сантиметра. Надо обратить внимание что вот эти срезы вот с этой стороны не стыковываются вместе. Вот какое здесь расстояние. Ну примерно миллиметра три. три делим пополам значит вот эта часть сумочки должна выглядывать полтора миллиметра. И пришивать будем вот сюда. Вот так вот отгибаем и вот в этот сгиб прокладываем строчку. Эта косая бейка у нас подогнется. Лишнее отрезаем. здесь не совсем удачно я выбрала место чтобы показывать очень большая толщина. Ну разницы нет. Подгибаем и отстрачиваем. Удобнее конечно с этой стороны строчить. Чтобы мы знали что краешек наш как говорится не убежит. Не беда если строчка будет виднеться. Это не сама цель. Главное что мы обработаем срез и он не будет у нас распускаться распускаться. 10 Десятый полезный совет Магнитные кнопки можно использовать не только как застежка в сумке но а также на донышке сумки вот как ножки называются для большей прочности. Одиннадцатый полезный совет как пришить молнию к сумочке. Молния пришивается к обтачке и поэтому вот эта величина здесь ширина сумочки здесь длина обтачки должны быть равные. Так же как и длина молнии. Здесь отмечаем 4 сантиметра от краев и пришиваем молнию лицевая к лицевой. Вот таким образом. Не доходим до этих меток. Здесь где меточка 4 сантиметра просто сходим на нет. Молнию мы отрезали поэтому здесь надо будет сделать закрепку а потом пришить какой-то тканевый такой хвостик для удобства пользования. пришиваем вторую обтачку так же лицевая к лицевой подгибаем раз и еще раз и пришиваем теперь вот к этой вот лицевой ткани которая у нас выглядывает прикладываем подкладочку лицевая к лицевой и пришиваем со стороны вот этой строчки но будет правильнее если мы пришьем сразу карман хорошо когда карман в сумочке идет вот на всю ширину но это просто удобно шить здесь линию провела прикладываю прошиваю подгибаю сюда и можно разделить на несколько отделений хорошо сделать такой маленький карманчик там например у вас будут ключи а это еще поделить на две части также пришиваем вторую часть подкладки лицевая сторона выглядывает обтачки лицевая сторона подкладки ширина подкладки равняется ширине сумочки и равняется длине подкладки все детальки вот здесь должны быть одной величины изнаночная сторона лицевая сторона здесь можно проложить строчку отстрочить двенадцатый полезный совет как вшить подкладку в сумку сумка у нас вот эта с аппликацией собачки готова ручки пришила от центра семь сантиметров донышко сделала по этой же выкройке краила и подкладку но здесь я пришила обтачку поэтому вот здесь на пару сантиметров укоротила сумочку сшила здесь оставляю прореху потому что потом надо будет вывернуть и формирую донышко накладываю такую мини выкройку и прострачиваю с одной и с другой стороны так же донышко я делала на основной сумке итак сумка на изнаночную сторону подкладка на лицевую сторону вывернута подкладку вкладываем вовнутрь совмещаем боковые швы получается лицевая к лицевой скалываем все по кругу и стачиваем прострочили берем выворачиваем через прореху вот здесь можно отстрочить можно просто отгладить отстрочила конечно так интереснее аккуратнее прореху внизу зашила и вот такая получилась сумочка для девочки подростка в конце видео расскажу размеры этой сумочки 13 полезный совет сумочка меховая вязаная основа вот здесь вязаная шапка сильно подробно не могу но основное скажу вот она вязаная шапка мех норка резаной на полоске примерно 6 миллиметров на булавочку и вот так вот обвязываем кончики прячем расчесываем и получится вот такая у вас сумочка ссылочка на эту сумочку будет под видео смотрите сумочка очень интересная так и напоследок решила показать бирюзовую сумочку дорожную сумочка сумочка пришивали кант и обрабатывали швы внутри вот такая сумочка небольшая и в то же время очень объемная вместительная сейчас покажу все выкрички ну а кому интересно заходите отдельный подробный мастер-класс такой будет две основные детальки размером 45 на 30 сантиметров две детальки верхние где пришивается молния 58 на 9 сантиметров по центру 8 сантиметров две детальки донышко и это уже пошел бачок 45 сантиметров здесь 22 здесь 18 15 сантиметров ремень вкрой 100 сантиметров на 12 и две ручки 50 на 12 сантиметров и сейчас покажу размеры этой сумочки две основные детальки прямоугольник 40 на 36 две ручки вкрой 50 сантиметров на 11 две обтачки 40 сантиметров на 5 сантиметров на сегодня все надеюсь мои полезные советы вам пригодятся до свидания всего доброго пишите комментарии какие лайфхаки по швейному делу вы еще хотели бы от меня увидеть всем пока там об man все что то